Пошлину в сторону бизнесменов региона отправили на так называемые налоговые каникулы. Важный для предпринимателей закон одобрили депутаты Ненецкого обруга. Вот только кто сможет их получить. Пока ИП отправляют на каникулы, горожане борются с бюрократией. Семьи после пожара не восстановили муниципальную квартиру. В мэрии уверяют все по закону. Погода прокатила, машины бьются, люди падают. Первая оттепель преподнесла Наринмару новую старую головную боль – гололед. Цветы, подарки, комплименты. Прекрасная половина человечества принимает поздравления. В мире отметили Международный женский день. Финишная прямая очередной недели. В ближайшие полчаса я и мои коллеги подведем итоги минувших семи дней. В студиях Танзийский. Здравствуйте. Почти 3,5 миллиарда жительниц планеты принимали поздравления 8 марта. Международный женский день. Впервые отметили в далеком 1911 году сразу в нескольких европейских странах. Тогда женщины хотели добиться равенства в правах с мужчинами, но постепенно этот день превратился в праздник весны и стал прекрасным поводом сделать приятные маме, бабушке или второй половинке. Россия – одна из неногих государств, где 8 марта – это выходной. Цветы, подарки и комплименты принимали почти 77 миллионов наших соотечественниц. Добавлю, что в современном мире женщины не только хранительницы очага, они наравне с мужчинами летают в космос, занимают посты, и в правительстве успешно ведут бизнес. Милые дамы, наша телерадиокомпания поздравляет вас с прекрасным и весенним праздником. Кстати, в нашем регионе представители с прекрасного пола проживают больше 20 тысяч. Желаем вам огромного счастья, любви и здоровья. Сейчас краткий обзор за неделю. Картина «Семи дней в деталях». Что произошло, с кем и как-то было. Стартуем снова с приятного. Один из старейших жителей Нинецкого округа, ветеран Великой Отечественной Даниил Терентьев, отметил свой день рождения. С 96-летием от имени главы региона Игоря Кошина ветерана поздравили вице-губернатор Нинель Семяшкина и ее первый из заместителей Сергей Свиридов. Даниил Павлович родился в далеком 1919 году в республике Коми. В 1939-м его призвали в армию на Дальний Восток. Вернулся на родину он только в 47-м, 3-го марта. Во всем мире отметили День писателя, немало творцов слова и в нашем субъекте. В 2005-м году самые активные объединились в литературное объединение Заполярья. Отправляются он теперь в Петербург. Там отметили День холода. Примечательно, что в центре внимания праздника оказался наш земляк Николай Талеев, известный в округе как Коля Шаман. На площади Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова он раскурил трубку мира. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в НАО продолжает расти. За прошлую неделю более чем 1000 человек поставили диагноз ОРВИ и 18 пациентов грипп. По результатам лабораторного мониторинга на территории региона циркулируются вирусы гриппа А и Б. Эпид-порог превышен среди детей дошкольного возраста, школьников и взрослого населения округа более чем на 120%. Социальные пенсии россиян с 1 апреля вырастут сразу на 10,3%. В результате индексации средний размер пенсии по стране вырастет на 777 рублей и составит более 8 тысяч. В НАО пенсии увеличится почти на 1000 рублей, составит 10 600. Теперь о спорте. На поэтапное внедрение всероссийского комплекса «Готов в труду и обороне» регион из бюджета страны получит 1 миллион 299 тысяч рублей. Напомню, комплекс ГТО возродили не так давно, сдают его пока в пробном режиме, впрочем, уже стоит готовиться. В ближайшее время испытать себя на прочность придется чуть ли не каждому. Теперь традиционно о главных темах программы в обширном формате. Индивидуальные предприниматели Ненецкого округа получили налоговые каникулы. Закон, дающий право на освобождение от налоговых выплат, депутаты окружного собрания приняли на сессии сразу в двух чтениях. Всего парламентария рассмотрели 17 вопросов повестки дня. Заключительным стал вопрос о назначении на должность уполномоченного по правам человека. За принятием решений следила моя коллега Мария Владимирова. Законопроект о налоговых каникулах – подарок для тех, кто только начинает свой бизнес. Временное освобождение от уплаты налогов получат те, кто зарегистрируется в качестве юрлица после опубликования принятого закона. Двухлетние налоговые каникулы предусматриваются для тех, кто ведет социальную, производственную и научную деятельности, работает по патентной и упрощенной системе налогообложения. Налоговые каникулы будут предоставляться с учетом определенных видов деятельности. Игодная ставка может применяться непрерывно в течение двух налоговых периодов со дня государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимательства. Предлагается вступление в силу закона со дня официального опубликования и установление срока его действия до 1 января 2021 года. Поддержка информационная, консультационная, методическая и организационная будет оказана ТОСом. Финансовая поддержка во время работы над документом была исключена. Закон о государственной поддержке территориального общественного самоуправления приняли во втором чтении. Я считаю, что законопроект, который сегодня был принят на сессии, это первый шаг по поддержке активности тех граждан, неравнодушных, которые заинтересованы в улучшении условий проживания на своей дворовой площадке, при дворовой территории, на своей лестничной клетке и в частном доме, в группе частных домов. В продолжении жилищной темы окружные законодатели в первом чтении приняли закон о специализированном жилищном фонде Нейнского округа. Он предусматривает выделение квартир специалистам из числа местных жителей, которые вернулись работать на родину. Процедура выделения жилья будет носить заявительный характер. Мы хотели бы их уравнять с теми специалистами, которые учатся за пределами нашего региона, приезжают к нам в качестве специалистов. Это врачи, это наши педагоги, это специалисты, которых у нас здесь нет. Речь идет именно о них. Поэтому мы посчитали, что наши специалисты, которые таковыми становятся по окончании вузов и приезжают сюда к нам обратно, должны быть уравнены в права с теми специалистами, которые приезжают к нам, скажем так, вновь прибывшие. В соответствии с поправками в земельный кодекс, которые вступают в силу с 1 марта и с 1 апреля, окружные законодатели приняли поправки в закон о регулировании земельных отношений на территории Нейнского округа. По мнению администрации региона, принятие данного закона необходимо. Из важных затрагивающих права граждан в законе хотелось бы обратить внимание на следующее. Первое. На возможность собственников, пользователей, объектов недвижимости заключать договоры аренды и выкуп земли без проведения аукционных процедур. Такая возможность предусмотрена. И также то, что в законе определена процедура порядок выплаты компенсации в случае, если соответствующие земельные участки изымаются для государственных и муниципальных нужд. Для облегчения финансовой нагрузки жители населенных пунктов округа парламентарии приняли законодательную инициативу о внесении изменений в Бюджетный кодекс России. Речь идет о выделении субсидий на подакцизные товары, которым приравняли бензин и дистопливо. Сегодня очень много жалоб поступает в сельских населенных пунктах, потому что за один литр бензина стоит почти 70 рублей. У нас в основном реализует Севержилкомсервис. И если до 2014 года в окружном бюджете были предусмотрены субсидии по возмещению затрат по доставке бензина в сельские населенные пункты, сегодня окружной бюджет не может это сделать, так как произошли изменения в 78-й статье бюджетного кодекса, так как именно бензин и дизельное топливо относятся к подакцизным товарам. Продвижение данной инициативы – дело нескорое. На решении проблемы на федеральном законодательном уровне может уйти не менее года. Поэтому сейчас парламентарии региона будут изыскивать возможность временно решить проблемы на месте. Завершилась сессия избранием уполномоченного по правам человека в Няинском округе. На эту должность 13 голосами «за» из 18 в результате тайного голосования парламентарий избрали Александра Белугина. А что касается предпринимательства, то открыть свой бизнес не так-то уж и сложно. В этом убедился Сергей Овчинников. Еще месяц назад у него не было ИНН. Он не знал, как выбрать АКВЭТ и с чего начать. Но, несмотря на трудности, он стал индивидуальным предпринимателем и уже планирует снабжать детские сады козьим молоком и сыром. Моя коллега Алина Ваучейская побывала на набирающем обороты мини-предприятия. 16 квадратных метров, 9 коз. Шутка ли открыть козью мини-ферму в центре города? Но это оказалось под силом. Сейчас узнаете, кому. Он и кормилица, и уборщик, и доер, и даже ветеринар. В общем, мастер на все руки. Сергей Овчинников коз в своем хозяйстве держит около трех лет. Как признается мужчина, к занятию животноводством его потолкнули отцовские корни. Идея-то пришла не коз разводить, она вообще давно уже вынашивалась. Вообще, свою скотину иметь. Потому что мои предки, ну, корни потянули. Кредки-то у меня всегда скотоводами были. Коров держали, овец держали. А меня что-то на коз. В своих питомцах Сергей Валерьевич души не чает. Черныш, кубик, апа, стрелка. У каждой козы есть свое имя. Это крошка. Это самая спокойная. Она крошечка та еще. Она когда особенно беременная ходила, куколобок. Она в двери. Ну, со старого же скотника там поуже двери-то. Как она вылезала, я удивлялся всего. Всего в хозяйстве у Сергея девять коз. Чтобы завести больше, надо расширяться, строить новую ферму и регистрироваться индивидуальным предпринимателем. Такая идея появлялась и не раз, но мужчину пугала бумажная волокита. В феврале этого года Сергей все же обратился в Комитет инвестиций и развития предпринимательства. Там начинающему фермеру оказали консультацию и помогли собрать необходимый пакет документов. Мы оказали ему содействие, вплоть до того, что сначала мы получили ИНН, так как у него даже ИНН не было. Далее оформили заявление, помогли ему оформить заявление в налоговую по регистрации индивидуального предпринимателя. Параллельно мы отработали с выездом на место по участку для создания вот этой небольшой фермы. На сегодняшний день подготовлено также заявление в управлении земельных отношений по выделению участка. Сам Сергей тоже надеется, что после регистрации предпринимателем вопрос с землей под ферму решится быстрее и его бизнес пойдет в гору. Мужчина уже подыскивает потенциальных заказчиков на козье молоко и сыр. А если все сложится удачно, планирует еще и баранов разводить. Переходим к многострадальной жилищной теме. Шесть лет ожиданий и бумажные волокиты. Городские чиновники вновь прославились своей работой. Как на рейнмарскую семью отправили жить в полусгнившую после тушения пожара квартиру и чем все закончилось? Смотрите в моем репортаже. В 2009 году в этом доме происходит пожар. Горит квартира номер 12. В результате тушения заливают нижнюю квартиру, то есть десятую. Квартиру признают негодной для проживания. Семье выдают квартиру в маневренном фонде. И они живут там три года, после чего возвращаются в залитую квартиру. И от увиденного приходят в ужас. Квартира муниципальная, но ремонта там не сделано. Залитые стены, прогнившие полы, еще и крысы вдобавок. В результате пожара квартира номер 10, находящаяся под квартирой номер 12, повреждена, залита водой до состояния непригодного для жилья. Все. Вот, пожалуйста, справка. Но для городских чиновников даже этот документ не послужил основанием произвести ремонт в квартире. Три года после пожара жилое помещение простаивало просто так. За этот срок Алексей Терентьев собрал папку из нелепых ответов, которые ему присылали представители городской власти и коммунальщики. Но, к сожалению, бумажные документы не в силе устранить беды людей. Дождевые черви из-под дома поползли в этом году. Дальше хуже. В квартире появились крысы. Для этой живности условия, в которых проживает семья Алексея, идеальные. Высокая влажность, неприятные запахи и огромные щели. Вот, сегодня проснулись и обнаружили, что у нас, оказывается, есть крысиная нора. И у нас бегают крысы по квартире через дырку. Сколько раз мы писали по всякой инстанции. Никто нам ничего делать не хочет. Квартплату платим ежемесячно. Квартира со снами. Все в плачевном состоянии. Квартплата за январь астрономическая. 12 тысяч рублей. И это не за восстановленную от залива жилплощадь. Несколько недель назад прогнивший пол в туалете не выдержал вес унитаза. Он словно провалился под землю. Так выглядела квартира Алексея, его беременной жены и 9-летней дочери после пожара. Спасти удалось только то, что успели вынести. Все остальное оказалось непригодным. Мэрия сработала оперативно. Семье через несколько часов предоставили жилье в маневренном фонде. Через три года чиновники попросили съехать обратно. Тут конкретно ничего не было сделано. Ну, видно было, что были скрыты полы. Но в результате вскрытия полов щели до 6 миллиметров между досками. В каком состоянии были потолки и стены? Все как и после пожара. Ничего не трогалось. Квартира пустовала. Просто элементарно пустовала. Ремонт в муниципальной квартире семья Терентьевых производила на свои деньги. Но условия от этого не улучшились. Во время сильных морозов в безвключенных газовых комфорах здесь невозможно находиться. Полы и стены прогнили настолько, что уже не способны держать тепло. Ну, пытаются люди помочь, конечно. Но это все бумажки, отписки. Как-то конкретно помощи нет. Разговор с мэром Наринмара для семьи стал последней надеждой. Назначили встречу, указали на время. Алексей и его супруга были намерены у градоначальника попросить другое жилье. Не обязательно со всеми удобствами. Главное – теплое, без червей и крыс. Но разговор с главой города не состоялся. Татьяна Федорова в назначенный час улетела в командировку. Почему муниципальную квартиру не отремонтировали? Ответ на этот вопрос в управлении городского хозяйства от нас скрыли. На камеру от пояснения отказались. Впрочем, по телефону добавили. Мол, Алексей и его семья после пожара не написали заявление на восстановительные работы. Обратились супруги с данным обращением только в прошлом году. Но в ремонте отказали. Дом поставили на очередь под снос. Когда это произойдет, снова вопрос. Впрочем, навстречу семьи все же пошли. В жилищном отделе городской администрации Алексею, его жене и дочери пообещали предоставить временное жилье с нормальными условиями. Но после нашего сюжета делом семьи Терентьевых заинтересовалась Государственная жилищная инспекция Ненецкого округа. Алексею и его семье порекомендовали обратиться в прокуратуру. Исходя из тех документов, которые мы посмотрели, ситуация получается в следующем, что есть муниципальные квартиры, у которых есть собственник, то есть это муниципалитет. Собственник сдал это помещение в найм, то есть для проживания гражданам. Соответственно, жилищным кодексом на собственники лежит ответственность по ремонту, капитальному ремонту именно этого помещения. Соответственно, он несет эту ответственность перед тем лицом, которому он дал ее проживание. В период того, как он сдал это в найм, в квартире не по вине жильцов произошло Некоторые повреждения в результате тушения пожара И, соответственно, квартира пришла в негодном состоянии Что подтверждается теми документами, которые имеются в деле Для того, чтобы привезти обратную квартиру в надлежащее состояние Необходимо произвести некоторые ремонтные работы Которые как раз связаны с капитальным характером, которые должен произвести собственник Из той переписки не видно какого-то конкретного решения Когда собственник определил, в какие конкретные сроки он произведет эти действия Хотя они положены по закону Капитальный ремонт может быть в плановом порядке Когда квартира подходит по своему состоянию Либо вне плана, когда происходят непредвиденные ситуации, которые произошли в данной квартире И это налагает на муниципалитет, то есть как на наимодателя Обязанность произвести необходимые ремонтные работы В том числе определить, как бы сказать, все дефекты, которые появились Значит, спланировать какие необходимые затраты на него И уже выполнить сами работы Если муниципалитет не может этого сделать по каким-то причинам Технического характера, еще какого-то Соответственно, он должен предоставить этим гражданам другое помещение, пригодное для проживания Видно по документам, что гражданин неоднократно сжался во все инстанции Именно муниципальные, но какого-то ответа непонятно, то есть позиция После интервью жилищной инспекции Алексей Терентьев вышел с нами на связь Он сообщил, что уже на этой неделе его семье городская администрация Пообещала предоставить другое временное жилье На этом деле ставим пока запятую и идем дальше Снова ЖКХ хотели как лучше, а получилось как всегда Работники управляющей компании, занимаясь уборкой снега с крыши Снесли козырек над подъездом А устранять последствия не торопятся Алена Валей выслушала мнение сторон Галина Калинина живет в этой двухэтажке со времени постройки 1970 года Никогда за это время снег с крыши не убирали 27 февраля работники, управляющие компанией службы заказчика Приехали очищать кровлю Результат оказался плачевным Козырек лежал прямо здесь Потому что, видите, он же упал Он прямо сюда упал Снегом завалило Ну вот, наверное, по эту высоту Потому что сам работник Он сошел с чердака Он не мог открыть двери Второй у него был работник-помощник Вот они взяли лопату И вот этот снег они очистили После визита рабочих Галина Николаевна Обратилась в управляющую компанию Через несколько часов на место прибыл инженер службы заказчика Уверена, что в понедельник они все это починят И насчет снега он мне посоветовал позвонить в чистый город Я позвонила в чистый город Заявку приняли И сказали, что суббота и воскресенье у них выходные дни Они все это сделают Однако в понедельник все осталось на прежних местах Только арматуру от сломанного ограждения вывезли Жители среднего подъезда на протяжении уже трех дней Стараются вернуться домой, пока на улице еще светло Козырек лежит на дороге и угрожает прохожим огромными гвоздями А по тропинке едва можно зайти в подъезд В управляющей компании ответа дать не могли Или не поднимали трубку, или переводили звонок в бухгалтерию Диспетчерской службе заверили, что уже завтра поломку устранят По уборке снега в чистом городе заверили, что сейчас проверяют, в чем ведение находится дворовая территория этого дома Если за уборку на Ленина 54А отвечает чистый город, тогда снег и ледяные глыбы будут убраны в ближайшие дни С июня 2013 года, как известно, по всей стране заработал закон, который в Европе уже назвали самым жестким Речь о запрете курения в общественных местах Прошло почти два года, однако в привычках людей, откренно говоря, мало что изменилось Курить продолжают на остановках, в подъездах и даже на детских площадках В общем, там, где запрещено, люди то ли не знают, то ли просто игнорируют правила Хотя, скорее, последнее Полицейские, конечно, пресекают таких нарушителей Но, как правило, поймать курильщика с поличным очень сложно В чем убедился лично я Мы провели собственный рейд по подъездам, преодолели сотни ступенек, вспотели, но за сигареты застали лишь единицы Зачем спускаться на улицу, когда можно подымить в домашних тапочках и в теплом халате у себя в подъезде, ведь он же общий Многие люди, несмотря на закон, решили, что правила придумали, ну, точно, не для них А вы знаете, что в подъезде курить нельзя? Знаете об этом, да? Нарушение закона Общаться с нами барышня не захотела Ушла и закрылась в квартире, обвинив нас в том, что мы снимаем без разрешения Однако с закона нашей стороне, а вот девушке за курение в подъезде грозит штраф в полторы тысячи рублей Кстати, почти на каждом этаже нам попадалась пепельница с еще тлеющими окурками Повсюду разбросан пепел В этом подъезде любители покурить установили целый мусорный ящик Он практически полный Ну, что ж, законы таким людям нипочем И очень страшно представить, как живут с ними соседи Те, которые дышат этот запах каждый день Полицейские подъезды посещают редко Как правило, только после обращения от жильцов Мол, соседи снова накурили и теперь дышать невозможно Нарушителей штрафуют, если, конечно, ловят с поличным И отпускают до следующего инцидента А вот улицы города правоохранители патрулируют ежедневно В прошлом году сотрудниками полиции составлен 371 административный протокол За курение в общественных местах В январе текущего года полицейские привлекли к ответственности 21 человек Самые распространенные правонарушения Это курение на лечных площадках в подъездах На территориях медицинских и образовательных учреждениях А также зафиксированы несколько случаев курения на детских площадках Отправляясь в очередной рейд со стражами порядка Мы надеялись, что застанем в неположенном месте Сегреты в зубах хоть одного нарушителя, но тщетно Вместо курильщиков попались любители злоупотребить продукт с повышенным градусом Сколько торчим? Видите, тут дети гуляют А вы тут распиваете? Ладно, закрываем С нами нам проедем сейчас еще С вами покатаемся, да? Да Сейчас съездим Документы есть по себе? Нет, нету А без этого никак, да? Нет, не так Это административное правонарушение Что, соседей стопынули, да? Ладно Итак, где же по закону нельзя курить? Во-первых, на территориях и в помещениях учреждений культуры, спорта, медицины и по делам молодежи Во-вторых, в поездах дальнего следования, в самолетах и в общественном транспорте В-третьих, возле вокзалов, речных, морских и авиапортов Также станции метро Подымить можно только на расстоянии от этих объектов не ближе 15 метров Не затянуться и в зданиях государственной и муниципальной власти Также в лифтах, на детских площадках и автозаправках Теперь, чтобы покурить и не нарушить закон, к примеру, возле образовательного учреждения Необходимо понять, где заканчивается его территория Допустим, социально-гуманитарный колледж Примерно вот здесь вот заканчиваются его границы А значит, смело можно покурить И что удивительно, в новом законе нет ни строчки об остановках общественного транспорта А ведь именно здесь курят много и часто Но, как правило, люди все равно продолжают курить там, где этого делать нельзя Не смущают любителей никотина присутствия ни детей, ни женщин Здесь это незаметно, что штрафуют У нас-то в городе там штрафуют За это на остановках, когда за курение и в общественных местах Как-то не замечал от этого, по крайней мере Менеджер продовольственного магазина Расул Хамидуллин считает, что антитабачный закон в нашем регионе соблюдается плохо Нужно срочно усиливать меры Ведь курильщиков, по сути, меньше не стало Сигареты покупают в тех же количествах, что и два года назад Кстати, сам закон предпринимателей коснулся напрямую Им теперь запрещено выставлять табачную продукцию на прилавок Держать сигареты приходится за закрытым занавесом Ну, по-первых, всегда спрашивали, сигаретами не торгуйте, что ли уже Говорим, что такой закон вышел, что нельзя их как бы демонстрировать Реклама запрещена, ему закрывали их А сейчас прайс-лист повесили, уже проще стало Люди уже, ну, привыкли к этому, что везде так запретили Курить или не курить, вот в чем вопрос Если не хотите распрощаться со своими честно заработанными Дымите там, где это можно делать, например, у себя дома Ну, а лучше всего от пагубной привычки просто отказаться раз и навсегда Плюсов сразу много Это экономия денег, дыхание свежее и здоровье новое Ну и как же, говорят, теперь курить-то не модно Так что я, пожалуй, сегодня от этого точно откажусь Курение, впрочем, это только полбеды Контрафактный алкоголь – проблема куда серьезнее В Наринмаре полицейские изъяли более трех тонн такой продукции Экспертизе сейчас предстоит установить, где и каким способом были изготовлены эти напитки Ассортимент впечатляющий Коняки от самых дешевых до дорогих вино и водка Все под известными торговыми марками Поставка незаконного алкоголя в столицу региона была поставлена на поток Контрафакт везли целыми фурами Реализацией подпольного алкоголя по предварительным данным занимались двое местных мужчин Они работали на собственном автомобиле и в черте города имели склад, где хранили 3200 литров сырья, изготовленного кустарным способом Так, смотрим, да? Какой у нас алкоголь здесь находится Все элитные сорта, видим, да? Что? Очень дорогой Злоумышленники подошли к делу основательно Налажены отношения с поставщиками сырья, хранения, перевозка и, наконец, сбыт Недостатка в клиентах не было Поддельный алкоголь продавался дешевле настоящего Поэтому брали его охотно Контрафактная продукция в основном расходилась в рестораны, кафе и общепиты При попытке реализации партии алкоголя данные граждане были задержаны При осмотре автомобиля, который принадлежал одному из задержанных Обнаружена алкогольная продукция брендовых сортов с явными признаками контрафактности Данный товар предназначался для реализации среди заведений общественного питания Содержимое бутылок сомнительного качества должно было разойтись по торговым сетям для продажи населению Что именно находилось внутри таких бутылок пока неизвестно Это установит экспертиза А ведь употребляя такой алкоголь, потребитель рискует потерять здоровье и даже жизнь Как воспитать троих и больше детей, построить дом и найти возможность съездить в отпуск, рассчитывая только на свои силы? Искать ответ на этот вопрос в нашем регионе, пожалуй, бесполезно Каждая многодетная семья в Ненецком округе может рассчитывать на социальную поддержку региональных властей В этом лично убедилась семья Медниковых У них в гостях побывала наша съемочная группа Одного собрать в школу и на тренировку, с другими поиграть и покормить Так начинается каждый день многодетной мамы Светланы Медниковой О том, что она станет хранительницей очага большой семьи, Светлана никогда и подумать не могла Появление второго ребенка они с мужем ждали 12 лет И вот в 2013 году чудо свершилось На свет появились двойняшки Тимур и Лейсан Почти сразу после рождения семья Медниковых получила сертификаты на материнский капитал И компенсацию при рождении третьего ребенка 50 тысяч рублей пошли на покупку самого необходимого для новорожденных Через месяц после появления малышей Медниковы получили и земельный участок Весомая такая помощь, да, это строительство дома Нам дали субсидию, и вот, и очень строительство нам помогло Нам даже пришлось взять чуть-чуть в банке, чтобы достроить дом Большую часть намного государства, как много деток Сейчас семья из пяти человек ютится в двушки на 40 квадратных метрах Дом полностью готов для заселения Но к участку пока не подведен ни газ, ни электричество Новый дом у нас 150 квадратов, где-то так, ну чуть больше Там у каждого своя комната будет, большая кухня, зал, прихожая большая для большой семьи Где, чтобы мы раздевались, не мешали друг другу, не ругались, как здесь Материнские капиталы семья направит на погашение кредита и на покупку самого необходимого в новый дом А пока полуторагодовалому Тимуру и Лейсан вполне хватает места для игр и в маленькой двушке Тем более с ними всегда рядом лучший друг и старший брат Данил, он же главный мамин помощник Когда маме надо уйти куда-нибудь, в город поехать, я остаюсь с ними, нянчусь, помогаю ей По словам Светланы, если бы не помощь родных и властей, растить троих детей пришлось бы намного тяжелее В среднем в месяц семья Медниковых получает от 30 до 40 тысяч социальных выплат Также ежегодно на школьников и студентов средних учебных заведений выплачивается по 15 тысяч рублей Для покупки необходимых в учёбе принадлежностей, а также одежды и обуви Оплачивает регион и часть коммунальных платежей большой семьи Поддержку округ оказывает не только многодетным Хорошую социальную помощь получают семьи с детьми-инвалидами, дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации С прошлого года региональные власти стали оказывать поддержку и одарённым детям Государственная программа социальной поддержки граждан предусматривает поддержку детей, которые добились каких-то успехов То есть семьи, где воспитываются дети в нормальной обстановке, то есть у них может быть всё хорошо с достатком, они являются призёрами каких-то олимпиад И вот таких детей мы тоже с прошлого года решили, что будем поддерживать Более того, для решения этого вопроса было непосредственно указание президента Российской Федерации Дети, которые добились успеха в спорте, искусстве или учёбе, раз в два года вместе с путёвкой в детский лагерь Получают возможность и бесплатно доехать до места отдыха Дорогу школьникам оплачивает регион За окружной счёт могут отдохнуть и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации А также и семьи по путёвкам мать и дитя Тем временем в регионе продолжаются акции в рамках проекта «Добрый НАУ» Одну из них провели сотрудники ГИБДД совместно с научно-производственной фирмой «Политехник» Для малышей из детского дома они провели дорожный ликбез и, конечно, не оставили без подарков Учить правила дорожного движения необходимо всем и делать это лучше с самых ранних лет С такой позиции юные инспекторы дорожного движения гастролируют по детским образовательным учреждениям Спектакль «Катя в светофории» проводится в регионе уже не в первый раз Малышам из детского дома сценка пришлась по душе А чтобы закрепить полученный результат, Александр Стрепетилов провёл мини-экзамен для ребят После чего поздравил всех с успешной сдачей ПДД Всё у вас хорошо, что вы все живы, здоровы и счастливы Вы знаете правила дорожного движения И вы будете их образцово соблюдать и показывать своим сверстникам, как нужно себя вести на дороге В завершении акции самое приятное Воспитанникам детского дома вручили сладкие подарки и необходимые атрибуты для любой зимней забавы Входя на рынок, в регион, мы решили провести такую акцию Сделать подарки, подарить один из наших продуктов, это санки и ватрушки У вас в регионе, я думаю, они востребованы Ну и, соответственно, сладкие подарки детям Спектакль прошёл на ура, от подарков все в восторге Ведь, как говорят сами малыши, изучать правила дорожного движения с конфетой во рту и сидя на ватрушке намного интереснее И в завершении скользкая тема Первая оттепель принесла Наринмару новую старую головную боль Подтаявшие дороги и тротуары превратились в каток В больницу за помощью за последние несколько дней обратился не один пострадавший Травмы самые различные От ушибов конечностей до переломов Как горожане выживают на скользких улицах и что вообще делают коммунальные службы Мне стало интересно и я отправился посмотреть В общем, к чему слова? Смотрите видео На сегодня управляющая компания Наринмарстрой очищает крышу на Ленина 38 Вот работают специалисты, прекрасно видно, как они сейчас сбивают большие глыбы снега вниз Территория ограждена, так что люди в безопасности Вот насчёт тротуаров пока ничего не скажешь Песок не посыпан, правда, конечно, не скользко Но как только первый плюс покажет, то люди снова начнут падать Каждый день мы обзваниваем своих дворников, чтобы они обязательно была посыпана дворовая территория Но на самом деле, если мне кажется, на мой взгляд, мы сработали очень плохо Почему? Потому что в первую очередь жильцы нам жаловались Если жилец жалуется, значит мы работаем очень плохо Если бы жалоба этих не поступало бы, то мы сработали на самом деле очень хорошо Надо дворников непосредственно проверять Ходить и показывать им конкретно их недоработку Но хотелось бы делать это, конечно, на самом деле очень меньше Есть у нас такие люди, которые более ответственно относятся к этому Вот этот вот шедевр, огромную снежную кучу наделали коммунальщики Сгребли весь снег, перекрыли проезжую часть Машинам здесь теперь не проехать Пройдут только люди, коляска еле как прокатит Ну, эта куча уже здесь неделю И сколько бы ни поступало звонков коммунальщиков от людей, бесполезно Вот уже целую неделю на нее никому нет внимания Вот так вот и работают наши городские службы Это, кстати, работает управляющая компания Коми-Сервис Их, кстати, люди хвалят Говорят, что неплохо справляются своими задачами Ну, а стоит сказать, что вот ту самую кучу снежную, которая перегородила проезд Наделали они, но думаю, что через несколько минут отправятся туда И обязательно ее уберут спустя неделю Можете поделиться сомнением своим? Как? Я на обеде, мужики, вы что? Как живется с гололедом? Да вот один вопрос свой лишь С гололедом А что смущает? Все Убирает плохо, да? Да А кто убирает плохо? А кто отвечает за это? А где именно плохо убрано? Вы меня не спрашиваете, вот здесь, как смотрите Скользко, в общем, да? Творы не почищены совершенно А на городских улицах, где нет домов, к примеру? Ничего, ну просто, мне кажется То же самое То же самое Я считаю То есть коммунальщикам нужно как-то получше срабатывать, да? Естественно, нужно работать Как положено А вы не падали, к счастью, еще на левесе? Ну, в этом году пока нет Пока нет, да? Нет, ну, что это такое? Снова очередная куча А коммунальщиков вокруг нету Машины не проехать Ни людям не пройти Ну, слов на самом деле, если честно, нету Я просто удивлен вот этим вот То, что сейчас увидел Наделали большую, огромную глыбу Расчистили Но для кого это сделали, так и непонятно Нормально, нет? Что? Вот наделали такую кучу коммунальщиков Нет, конечно Нет? С двух сторон Да, вот я и говорю, я хотела там проехать Мне не проехать Сюда поехала Тоже не проехала При этом никто не работает здесь сейчас Вот просто наделали и уехали Да Это вообще кошмар какой-то Что делать будете? Ну, поеду, объеду там С той стороны попробую Так, это улица Рыбников Дорога абсолютно не посыпана Чистый гололед Этот участок обслуживает компания «Чистый город» Но Видно, что обслуживания, собственно говоря, никакого нету Дорога очень скользкая В темное время суток К примеру, если пойдет здесь человек Потому что тротуары здесь не оборудованы Не дай бог В темное время суток Случайно оступится Подскользнет Упадет Но и травмы не избежать Ну, вот сейчас сам упал, честно скажу, не специально Болит очень сильно рука Вот Если другой человек упадет, пожилой То я думаю, что без перелома никак не обойдется Так что, коммунальщики, пожалуйста, посыпьте этот участок обязательно Огромная снежная куча возле первой школы Сейчас с нее можно покататься, попрыгать, порезвиться детишкам Прямо с школы, когда идут домой Ну, а давайте представим, наступит весна и начнет она таять Если сейчас ее не убрать, то потоп здесь, в этом месте, ну, 100% обеспечен Горки такие не мешают? Или для детей забава? Для детей забава хорошая А для людей? Для людей, не знаю, мне не мешает Ну, как вообще оцениваете работу городских служб? Допустим, тротуары посыпают ли хорошо, нет? Тротуары плохо посыпают Скользко, да? Скользко очень, с детьми скользко ходить Вы еще беременны, я смотрю, да? Да Вот не дай бог Так вот и стараемся ходить там, где можно пройти Тротуарная зона между первой школой и так называемым Думом Титаником Пожалуй, самый опасный участок Только за несколько недель здесь попадало, ну, наверное, десятки человек Были случаи, когда получали люди серьезные травмы В том числе и даже сотрясения мозга Мы несколько раз звонили в Чистый город Говорили им, чтобы они посыпали это место Но на самом деле никаких действий сделано не было А срабатывали только через несколько часов Пока за это время они сюда приезжали А люди снова падали Кстати, в Чистом городе вообще почему-то не знают, что на городских тротуарах люди подскальзываются И вот что они сказали по этому поводу Я не могу ничего сказать Я не слышал, что это падало Я знаю, что мы суббот в воскресенье работали здесь на улице Выполняли предписание ГАИ Песок сейчас завезли, новый парень Потому что из-за меня был осенью песок, он весь замерз Не сыпет самошарство, завезли, будут посыпать У нас передали пескообразочные машины, песко-бэйбол Похожим машинам ремонт старый Поступила новая, до сих пор нет документов КМЛСМ, то, что получили, тоже Они пробовали разбрасывать, песок не разбрасывают Сейчас там вырезаем побольше твечи, будем разбрасывать На тротуарах будем КСМ-кину разбрасывать Нам поступили, значит, навески Но они предназначены не для нашего песка, так скажем Потому что постоянно забиваются Ну хорошо, в Чистом городе заявили, что машины, которые они имеют на самом балансе Почему-то не способны разбрасывать наш местный песок Как-то смешно на самом деле Но после того случая, когда здесь упал дедушка и разбил себе голову Коммунальщики приехали через два часа и посыпали Что самое интересное, не весь участок, а всего лишь буквально три метра Где люди подскальзывались Да не важно По посыпке, ну и вообще по уборке не очень важно И снег не вывозится И дороги они как бы лучше-то не становятся, не особо лучше Ну а так остается скользко, конечно Ну вы сами-то не падали? Слава богу, я нет, не падала Но, по крайней мере, я наблюдала, как ходят мамочки с колясочками Ну и вообще самой мне идти, в общем-то, скользко Это были главные новости минувшей недели По крайней мере, мы их увидели именно такими Спасибо, что были с нами До встречи в эфире До свидания Субтитры сделал DimaTorzok